Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Поиски пропавшего в Орджоникизовском районе мужчины пока не дали никаких результатов. Напомним, работник золотодобывающей компании пропал в тайге 14 июня. В течение почти шести суток поисками занимаются сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Сегодня утром мужчину искали с помощью тепловизора. Эта установка способна обнаружить объекты по тепловому излучению. Однако и это никаких результатов не дало. Как предполагают поисковики, если мужчина жив, за это время он мог уйти по руслу реки Бобровки примерно на 60-80 километров. И сейчас находится в Кемеровской области. Не отрицают спасателей и другой вариант. Возможно, пропавшего мужчины уже нет в живых. Многодетные семьи Абакана и Усть-Абаканского района начали получать бесплатные земельные участки. Напомним, предоставление земли многодетным в нашем регионе началось в 2011 году. Эта федеральная инициатива была поддержана главой республики Виктором Зиминым и взята на особый контроль. Основная проблема заключалась в отсутствии свободной земли у населенных пунктов. Подробности у Олеси Калиниченко. Больше всего нехватку земли испытывает столица республики. Здесь проживает наибольшее количество многодетных семей. А свободных территорий у города практически нет. Необходимые площади нашлись в окрестностях села Зелёное Усть-Абаканского района. Земля принадлежала не и аграрных проблем, но уже несколько лет не использовалась по сельхозназначению. При содействии Федерального фонда жилищного строительства площади передали республике. Уже отмежеванно и поставлено на кадастровый учёт 500 участков. Сейчас идёт процедура предоставления данных земельных участков многодетным гражданам. 500 земельных участков распределились следующим образом. 415 земельных участков предоставлено квота города Абакана. И 80 земельных участков предоставляется многодетным гражданам, проживающим на территории Сабаканского района. Одним из первых на дел получила абаканская семья Казанаевых. Сегодня супруги и их трое детей ютятся в комнате общежития. В пятером на 18 квадратах. В очередь на получение земли встали в конце прошлого года. Ждать пришлось совсем недолго. Уже в апреле им позвонили и предложили посмотреть участок. Сначала расстроились далеко от города, 14 километров. Но когда увидели место, сомнения развеялись. Когда приехали, вот представляете, вот такое состояние было воздушевленное. Во-первых, жаворонки поют. А посмотрели на наш участок, когда нашли, увидели, какая земля хорошая, плодородная земля. И 15 соток. Целых 15 соток. Старший сын Татьяны Федоровны учится на пятом курсе. Образование получает на платной основе. Поэтому пока Казанаевы строят только планы. Строительство дома откладывается минимум на год. Каким будет фамильное гнездо, глава семейства уже определился. В первую очередь, конечно, надо огородить наш участок. Огородить. И мы думаем построить пока времянку, чтобы нам какое-то время там жить и строить дом. Дом у нас немаленький. Мы планируем в два этажа построить. В ближайшее время в районе села Зелёное будет выделено и оформлено ещё тысяча участков. Параллельно свободные земли изыскивают и другие муниципальные образования. По оценкам специалистов, к концу года текущая очередь на землю по многодетным семьям будет закрыта. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня главный вуз республики Хакасский государственный университет отмечает своё 19-летие. Сегодня вуз объединяет 10 институтов, 2 факультета и 5 колледжей. Студентов и преподавателей поздравил и руководитель региона. Виктор Зимин вручил сегодня 12 лучшим студентам благодарности от правительства Хакасии и почётные грамоты ХГУ. Студентов отмечали не только за научную деятельность и отличную учёбу, но и за достижения в спорте, искусстве и общественной работе. Кроме того, глава региона предложил всем выпускникам оставаться работать в Хакасии. До осени проработаем вариант и, наверное, дадим право ребятам, которые закончили вузы в республике Хакасия, претендовать тоже по этой программе на бесплатную землю 10-15 соток. Проработаем где-нибудь сентябрь-октябрь, попробуем убедить депутатов Верховного Совета с этим решением. Ребят, мы действительно вас безумно ждём именно в республике. Я очень хочу, чтобы вы все остались. Сегодня в Абакане открылся новый корпус художественной школы имени Каратанова. Пожалуй, в архитектурном плане это одно из самых необычных зданий города. Для школы оно стало третьим учебным корпусом. Теперь у художников появилось дополнительно ещё 8 мастерских, и что особенно для них важно, с хорошим светом. С церемонией открытия Наталья Гармашова. Несколько десятилетий у художественной школы имени Каратанова не было своего помещения. Появилось оно только в 98-м. Учебное заведение разместилось вот в этом старом здании. В 2007-м открылся современный корпус, оборудованный по всем правилам художественного мастерства. И вот спустя 6 лет вновь радостное событие. Красная лента перед входом в трёхэтажное внешнее очень привлекательное сооружение. Новый корпус стоимостью в 45 миллионов рублей стал подарком педагогам и ученикам к 48-летию со дня образования школы. Оригинальный изогнутый фасад, волнообразная, как будто кистью художника нарисованная крыша. Я поздравляю всех с этим замечательным событием. А самое главное, я хотел бы пожелать, чтобы абаканские дети, куда бы их потом в жизнь не забросило, они свою родную художку помнили с тёплыми чувствами. Торжественная церемония разрезания ленты. И вот холлы, коридоры, учебные классы готовы принять всех гостей праздника. На входе первый сюрприз. Художников пришли поздравить коллеги по творчеству, музыканты. Затем экскурсия. Директор Александр Кобыльцов ведёт гостей по этажам, показывает студии-мастерские. Их в корпусе 8. Здесь можно заниматься практически в разное время суток. Все они оборудованы по одному типу. Они приспособлены для занятий рисунком, живописью и станковой композицией. То есть здесь есть и свет естественный, и подвесной свет, искусственный свет, и затемнение. То есть практически можно планировать любые занятия в этих мастерских. Эта мастерская отличается от других. Их она в два раза больше. Состоит из двух помещений. То есть когда нам нужно большое количество педагогов собрать, обычно проходят семинары, мастер-классы. Вот такая мастерская нам крайне необходима. За перегородкой гостей праздника ждал сюрприз – мольберт, холст, кисти и краски. Каждый может нарисовать всё, что захочется, и получить в подарок небольшую часть совместного шедевра. Ждал сюрприз и главу города, и почётных гостей. Александр Кобыльцов подарил свои картины на память о торжественном событии. Основная часть праздника завершена. У каждого появилась возможность самостоятельно обойти новый корпус. Ирина и Ольга уже окончили четыре класса. В сентябре вновь придут в мастерские. В пятом будут заниматься уже в новом корпусе. Окна большие, красивые. Будет хорошо. И как новые прожекторы тоже. Рисовать на тюрьморте будет хорошо. Кабинеты очень большие, свет хороший. Всё так чистенько, аккуратненько. С расширением школы увеличился и набор учеников. В новом году здесь будут заниматься уже около тысячи художников. Начиная от шестилеток и заканчивая слушателями достаточно зрелого возраста. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. С сегодняшнего дня начинается процесс выдвижения кандидатов на пост главы Абакана и депутатов в Горсовет. Напомним, единый день голосования назначен на 8 сентября. Накануне депутаты Абаканского Горсовета утвердили дату проведения муниципальных выборов. В избирательной кампании этого года для всех участников процесса будет несколько новинок. Во-первых, количество бюллетеней для голосования. Впервые каждый избиратель Абакана получит на руки сразу 6 бюллетеней. До этого было максимум 3. По одному на выборах главы республики и мэра города, и по два на выборах депутатов республиканского парламента и Горсовета. Самовыдвиженцам теперь необходимо собрать в 4 раза меньше подписей избирателей, чем раньше. Есть и более кардинальные изменения. Выборы главы города у нас теперь будут проходить в один тур. У нас не будет второго тура голосования по принципу большинства. То есть, кто из кандидатов наберет больше голосов, тот у нас является победителем. Выборы депутатов городского совета. У нас вообще кардинально изменилась система выборов. Раньше 29 кандидатов выбирались по одномандатным избирательным округам. Сейчас смешанная система, 14 депутатов будут выбираться по одномандатным округам и 15 по спискам избирательных объединений. 100 десантников-пожарных отправились сегодня ночью в Якутию тушить лесные пожары. Напомним, уже более двух недель в Якутии введен режим ЧАЭС. На данный момент в регионе действует 13 крупных лесных пожаров. На общей площади почти 50 тысяч гектар. Справиться собственными силами у местных лесников не получается. На помощь Хакасия отправила практически весь личный состав регионального отряда пожарных десантников. Концертный духовой оркестр Абакана стал победителем Всероссийского конкурса духовых оркестров «Серебряные звуки». Он проходил в Кемерово и был посвящен 70-летию Кемеровской области. Участвовали духовые оркестры Красноярского, Алтайского краев, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Республику Хакасия представлял духовой оркестр Абакана под руководством Андрея Штарка. Конкурсантов оценивали по пяти номинациям. В одной из них, которая называлась «Муниципальный оркестр», Абаканский коллектив занял первое место. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит прогноз погоды и наша постоянная рубрика интервью. Сегодня у нас в гостях советник главы Хакасии по молодежной политике Мария Шестакова. В нашей студии мы говорили о проблемах трудоустройства молодежи и о ярмарке вакансий, которая пройдет в Абакане в эту субботу. На этом у меня все. Берегите себя.